Боже, будь милостью ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть якова истину, блажительство, благородиство, пресноблаженную, пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую хирургиму, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово Рожешу Исущую, Богородицу Те, величай ему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресый измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причислить Твоей Матери, силы щезнага, животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яков, благо Иси, и человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла, если грешил, Господи, прости меня грешного, и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не кори же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет у меня воля Твоя. Да не осуждено, отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истинной, и живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселися вны, и очисти меня от всяких скверно, и спаси, блажа души наша. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава от Своей Сына и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наше имени по его ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущен дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука вагом. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильный. Свят, 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 Иси Божий, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрай сна, воздвигмись, Господи, и умы, просвети из сердца, и усне мое, отверзивая, ежепетите святая Троица. Свят, 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 Иси Божий, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приедет, и к его же деяниям обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Иси Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Осново став, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многерая Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня венивый и грешный, не погубил меня с обеззаконием моими, но человеколюбцал Еси обычным. И вне чаяния лежащего воздвиг мне Еси, во ежи утреннице славослойте державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи, мысленные, отверзи мои уста. Поучайтесь о слове всем Твоим, и разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным. И воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Цареве, Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. 145-й Псалом Аллилуйя Хвали душа моя Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в Котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворивше небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сагбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечтивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой сион, в рот и рот. Аллилуйя Аллилуйя Хвалите Господа, ибо благо пить Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечтивых унижает до земли. Путь и поочередно славословие Господу, пути Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо с облаками, приготовляет для земли дождь, произвращает на горах траву и злак на пользу человеку. Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь боящимся его, куповающим на милость его. Аллилуйя! Хвали Иерусалим Господа, хвалисти он Бога твоего, ибо он укрепляет вере и ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя. Утверждает в пределах твоих мир, туком шиницы насыщает тебя. Посылает слово свое на землю, быстро чечет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел. Бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Якову, усталы свои, и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Слава Цуи, Сыны, Святому Духу, ины, и пресны, и вовеки веков, ины. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ины, и пресны, и вовеки веков. Аминь! Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по своему многу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Где и многие щедротов и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верою спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да обмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твое Вечной, И да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торт меня Твоих руки оградой, ну ли хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарю матери моей. Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я этот свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое, не дав возможности взломать демону, починить меня себе преобладание от Твоего смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на спусть спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному душе и телу, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнеть Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойной Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удаляйся скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси плавами страстей, ибо его Бог несчастен. Избавь меня от мегепагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречисти имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадуна Мария Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод, щерева Твоего, яко родила Иси Христа Спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснагожил творящего Креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивное даруя и Твое, сохраняя Крестом Твое в жительство. Спаси, Господи, помилуй отца, моего духовного родителя и сродника, благодетель митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамира, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амброси, Владимир, Зосима, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгений, Александр, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнея, Александра, Деодора, митрополита Тихона и весь священнический и иноческий чин и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и нам, да еще, священникам, если угодно тебе, Господи. Смири власти и воинствуй их, наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей и умудри их издавать добрые законы, дабы ли дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет и научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани и защити жилища наше и селения от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапима и Владимира. Обрати, благослови, милую болящую, любовь Владимира, Алексея и Иосифа. Прищи добрые жители, знающих и любящих уставы, законы твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Счадоев, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину. Всех побуди на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй надежду. Валентину, Валентину, Екатерину, Анастасию, Гонимую, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика. И даруй истинную веру в Тебя, Самире, Тимуру. Благослови Екатерину, Екатерину, Галину, Александр, Александр, Сергею, Сергею. И возри на угрозы врагов, На все пакости их творимы ими, На злоречия. Примири их с нами, Господи. В судный день не помяни их безумия, Ибо не знают, что творят. И благослови благодетели наши, Елену, Людмилу, Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда. И найди, Господи, все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествующих, Раису, Два и Виктора. Ибо каждый побежит к своему народу. Наступит время, как говорит нам Священное Писание. Отступников найди и возврати на путь спасения. Михаила, Николая, Александра, Юлии и благослови Максима. Романа избавь от духа лжи. Не дай ему погибнуть. Благослови Никиту, Виталий, даруй желанием трудиться в поте лица, добывая хлеб себе. Да будет благословен этот день. Хвала Тебе, наш Господь. От пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира. И найди его, где он есть, Александр, потерянный. И блуждающего Алексея. Обрати Леонида. Слава Тебе, Боже наш. Посети болящих, дай силу перенести страдания. Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря. Надежду. Алифтину, Людмилу, Нину. Татьяну, Татьяну, Валентину, Валентину, Марию, Татьяну. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению, все это может оказаться на пользу. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Сохрани наше сокровище в интернете и книги, и здесь, и в пути. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава и Содружества его. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Будь милостив, Господи. Воздай добром тем, кто позволяет нам там быть и распространять благую весть. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечную, отошедши от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебя, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышлий Богу на земле, мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за день тот, в который дал мне Святую Библию, указав на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай добром всем, помогавшим нам в путешествии и нашим миссией. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. И в этой ночи не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. И прости мои согрешения, сотворенные в ведении и неведении, в уме и в помышлении, в одни и в ночи и в оседние жизни. И прости и помилуй, и благослови. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. Быть во всем экономном, чтобы было еще уделять нуждающимся. Прошу Тебя, Господи, помилуй каждому дару и жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола Мерликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас. Молите Бога на святые пророки Божии. Дабы день прихода, то у нашего отшествия не заставлены с неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божии предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, Матфей, Марк, Лука, и Иоанн. Молите Бога на святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликамс, Минский, Усин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников. Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, и устаршие родители, такое ложное воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анаси Великий, Прим Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио. Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Крыштадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Накентий, Николай и Макарий, Алтайский, Пиларет. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас и Господь укрепит в святой православной вере. А замыселитиков разруши, в ничто преврати. А веру православную распространи. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенница, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья Адриана, Варвара, Екатерина Перепетую, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроник Июня, Киприяна Устина. Молите Бога о нас. Задарует Господь послушание и молчание, Целомудрия и стыдливости женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, семейства, Евгении, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздьяния рук, Как жертву вечернюю, благоухание приятное Перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, О всемогущий Всевышний Создатель наш! Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. Спаси их и помилуй. Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий и пролитой крови, Сыном Твоим Единородным, Господом и Богом нашим Иисусом Христом, Прими нашу молитву И исполни о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит раб твой. Спасибо. Продолжение следует... 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Аминь... Продолжение следует... 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 Вот такой отверт. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русский язык», том 6, вопрос 1527. Христианство на Руси отметило свое тысячелетие, а Библию на русский язык перевели всего лишь в 1876 году, и притом столько было препятствий этому со стороны церковников. И даже когда перевели и утвердили синодом этот так называемый синодальный перевод, по сию пору не разрешают библейские тексты читать по-русски в православных храмах. Если еще где на земле, чтобы так люто ненавидели церковники Библию, не дозволяли понимать ее в храмах молящимся, мы получили веру из Греции. Там-то хотя бы лучше дело обстоит. И почему они нашим не подсказали, чтобы русские на понятном языке вели богослужение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почему же они не хотели знать Библию? Только потому, что Библия обличает всех архиереев и попов и их веру. Против Библии на родном языке воевали не только у нас в России, уничтожая новые переводы Библии, как у профессора Павского, но и в самой Греции. Эта страница нам известна ли? Первый раз им перевели на понятный живой греческий язык только в 1630 году. Этот великий труд был окончен Максимом Калиполитом, греческим монахом из города Калиополь. Покровительствовал монаху-патриарх Константинопольский Кирилл Лукарис. Так, Оль, говори, я потом редактировать буду. Город неправильно прочитал. Калиполь. Вот этот Калиполь. Этот великий труд был окончен Максимом Калиполитом, греческим монахом из города Калиполь. Покровительствовал монаху-патриарх Константинопольский Кирилл Лукарис, желавший оживить церковь, застывшую в кошмаре о предоверии и предрассудках, и в невежестве. Но даже у патриарха было много противников среди архиереев. Патриарха задушили, как изменившего самому православию. Не меньше того. Но спустя 34 года Синод постановил, священное писание должны читать не все, кому заблагорассудится, а лишь те, кто проницает в глубины духа, проделав необходимые исследования. То есть, не народ может читать, а только попы с архиереями и при том только очень образованные. В 1703 году нашелся еще один энтузиаст, греческий монах Серафим. Он написал в прологе всю свою печаль, что, цитата, «каждому доброму христианину необходимо читать Библию». И он упрекал архиереев в, цитата, «желании скрыть свое недостойное поведение, держа людей в неведении». Серафима арестовали в России уже, и он так и умер в далекой Сибири в 1735 году за верность Библии. В 1836 году константинопольский патриарх приказал в своем указе сжечь все переводы Библии... Не патриарх, а патриархат. Понял. В 1836 году константинопольский патриархат приказал в своем указе сжечь все переводы Библии на понятном греческом языке. Но опять появился человек мужественный и очень грамотный неофит, вам, вас, прекрасный лингвист, библеист, понявший, что в темноте народа и в его в абсолютной безграмотности духовной виновна только православная церковь. Полный перевод Библии был опубликован в 1850 году. В этом ему не помогла православная церковь, а помогло только британское библейское общество. Священство же выступило дружно против этого перевода. В 1833 году православный епископ Острова Крита предал сожжению найденные им новые заветы. Найденные книги безжалостно уничтожались лютыми врагами в церкви. Настроенные против перевода Паллиса студенты, изучавшие богословие, взбунтовались. Во время смуты было убито 8 человек и правительству пришлось уйти в отставку в 1901 году. Запрет на использование Библии на родном языке у греков был отменен только в 1924 году. 2000 лет, первые греки приняли. Ужас. Тут ничего не скажешь, только материться. Больше не скажешь. Вообще ужас какой-то. Как всегда было невозникнуть баптистам-то? Ну ясно дело. А уж дальше только ноги подставляю, пошло дробиться. Спасибо. Продолжение следует... Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 7. Вопрос 1952. Сегодня многие еще держатся за непонятный церковно-славянский язык. А как в житиях кто-то хотя бы понимал, что без знания Священного Писания на родном языке и молитва далеко не полноценная, ибо не понимают люди, о чем они говорят? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Во все века были такие люди, которые понимали это. Но всегда были и те, кто тушил свет, запрещал на родном языке молиться и читать Библию. Первое послание Коринфянам 14.19. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». «Житие святого Феодосия Великого. Память его отмечаем 11 января». «Так как в обители преподобного братья была не из одного народа и ни одного языка, но в различных, то поэтому он устроил и другие церкви, в которых каждый народ мог бы…» «Так, Оль, давай. Что-то не то». «Но различных, не в выборах различных». «Житие святого Феодосия Великого 11 января. Так как в обители преподобного братья была не из одного народа и ни одного языка, но различных, то поэтому он устроил и другие церкви, в которых каждый народ мог бы на своем языке славить Бога. Так в Великой Церкви Пречистой Богородице греки, в другой – Иверийце, в третьей – Армяне, пели церковное правило на своих языках по семи раз в день, согласно уставу Давидову. Псалом 118, 164 «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». Для больных была особая церковь. Во время же причащения Пречистых Тайн вся братья собиралась из всех церквей в одну великую церковь, в которой пели греки, и все причащались вместе. Житие святого Кирилла, память 11 мая. «Как же я буду проповедовать им, – сказал философ, – это все равно, что записывать беседу на воде. К тому же, если славяне неправильно поймут меня, можно прослыть еретиком». «Он открыл буквы вашего языка, которые до сего времени не были известны, не ведано было только в первые лета, чтобы и вас причислить к великим народам, которые прославляют Бога на своем языке». «Когда стало распространяться божественное учение между славянами и богослужения совершаться на их языке, тогда первый и злостный завистник дьявол, не вынося сего, вошел в свои сосуды и начал многих возбуждать, говоря им, «Этим Бог не прославляется. Если бы ему это было трудно, то разве он не мог сделать, чтобы и изначало…» «Не трудно, а угодно. Слова-то придумываешь какие-то». «Понял. Если бы ему это было угодно, то разве он не мог сделать, чтобы и изначало для его прославления проповедь Слова Божия записывалась на языке того народа, которому возвещалась. Но три языка только избрал Бог – еврейский, греческий и латинский, на которых и подобает «воссылать славу Богу». Так говорили латинские и немецкие архиереи, священники и их ученики. Константин вступил с ними, как никогда Давид, с иноплеменниками в спор, и словами священных книг победил и назвал их трехязычниками, подобными Пилату, написавшему на трех языках титла «на кресте Господа». Не только одному этому, но и многому другому нечестию учили народ немецкие и латинские священники. Они говорили, под землею живут люди в Велеглаве, все гады, творения дьявола. Если кто убьет змею, тому отпустится за это девять грехов. Если кто убьет человека, тот пусть пьет из деревянной чашки, а к стеклянной пусть не касаются. Они не возбраняли народу приносить по старому обычаю языческие жертвы, ни многоженства. Эти лжеучения святые братья старались искоренять, как сорную траву словесным огнем. Кроме Панонии, святые Константин и Мефодий заходили в Венецию. Здесь латинские и немецкие священники и монахи накинулись на Константина, как вороны на сокола проповедуя трехязыческую ересь. «Скажи нам, человек», — говорили они Константину, — «зачем ты перевел славянам священные книги и учишь их на этом языке, тогда как раньше никто этого не делал? Ни апостолы, ни Папа Римский, ни Григорий Богослов, ни Иероним, ни Августин. Мы знаем только три языка, на которых подобает прославлять Бога — еврейский, греческий, римский». Философ отвечал к ним, «Разве не идет от Бога дождь одинаково на всех? Или солнце не сияет для всех? Или вся тварь не дышит одним воздухом? Как же вы стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена...» «Обожди, тот же грех у тебя, букву «не стыдитесь», ты не отбрасываешь. Это грех какой-то в тебе живет. Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими? «Уж не думаете ли вы, скажите мне, что Бог не всемогущ и потому не может этого сделать, или завистлив, что не хочет сделать?» Мы же знаем многие народы, имеющие свои книги и воссылающие, слава Богу, каждое на своем языке. Из них известны следующие армяне, персы, абхазы, иверы, грузины, сугды, готы, обры, турки, казары, оравляне, египтяне, сиряне и многие другие. «Если не желаете согласиться с этим, то вашим судьей будут святые книги, ибо Давид вопиет» Псалом 95.1 «Воспойте Господу песни новую, воспойте Господу вся земля». И в другом месте Псалом 97.4 «Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте». И еще Псалом 65.4 «Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет имени твоему, Вышний». И еще Псалом 116.1 «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». Псалом 156. «Все дышащее да хвалит Господа, Аллилуйя». В Евангелии говорится, Евангелие от Иоанна 11.12 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Евангелие от Иоанна 17.20.21 «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». В Евангелии от Матфея говорится, Матфея 28.18.20 «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелист Марк также говорит, Евангелие от Марка 16.16.17 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Скажем словами Писания и по отношению к вам, немецким и латинским священникам. Евангелие от Матфея 23.13 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Или еще Евангелие от Луки 11.52 «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Апостол Павел говорит Коринфянам 14.19 первое послание. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». И еще Филиппийцам 2.11 «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца». Таковыми и многими другими подобными словами святой Константин обличал латинских и немецких священников. Отправляя святого Мефодия к славянам, папа вручил ему следующее послание к славянским князьям. «Адриан – папа, епископ и раба Божий Ростиславу, святополку и Еацелу» Евангелие от Луки 2.14 «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Также, если кто другой будет в состоянии правильно и правоверно переводить священные книги на ваш язык, чтобы вы удобнее могли познать заповеди Божии, «то пусть будет сие дело свято и благословенно Богом нашей и всей католической церковью». И еще. Деяние 2.4 И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Если же кто осмелится порицать указанных учителей и совращать от истины к басням, или, разращая вас, будет хулить книги вашего языка, тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви и до тех пор не получит прощения, пока не исправится. Ибо это волки, а не овцы, и должно узнавать их по плодам и остерегаться их. Вы же, чадо возлюбленное, слушайте учения Божие и не отказывайтесь от церковных поучений, и тогда вы будете истинными поклонниками Отцу вашему Небесному со всеми святыми. Аминь. Еще цитата. Многими подобными льстивыми словами немецкие священники совершенно поссорили святополка со святым Мефодием. Тогда они стали жаловаться на Мефодия Папе Иоанну, обвиняя его в ереси, а главным образом стараясь искоренить славянское богослужение. Папа Иоанн, желая в это время получить помощь против сарацин от немецкого короля, принял сторону немецких священников и прислал в Моравию такое послание, которым запрещалась славянская служба и только было позволено говорить на славянском языке проповеди. Мефодий, прочитав все послания, сказал, что же будет теперь? Будут люди приходить в церковь и стоять, ничего не понимая, и позабудут учения Христова и воскреснут в Моравии языческие обычаи. «Нет, я не стану служить по-латыни, это будет людям во вред». Немецкие священники донесли об этом Папе, а Папа потребовал Мефодия в Рим. Святой Мефодий прибыл в Рим, и Папа учредил над ним суд. В это время Папа получил помощь в войне с сарацинами от греческого царя Василия Македонянина, а потому и принял сторону Мефодия. На этом суде святой Мефодий был оправдан, восстановлен архиепископом в славянских землях и получил позволение совершать богослужения на славянском языке. Но, не желая оскорблять святополка, Папа написал ему такое послание. «Если тебе, князь, славянская обедня не по сердцу, ты можешь слушать у себя во дворце латинскую обедню от немецких священников». Вместе с Мефодием, как его помощник отправился в Моравию, священник-викинг, ставленник немецкого короля и лютый враг славян. Этот викинг стал главным врагом святого Мефодия. Немецкие священники начали говорить святополку, что Мефодий привез не настоящую грамоту, а есть другая, по которой нужно изгнать Мефодия и поставить архиепископом викинга. Тогда святой Мефодий написал Папе Иоанну такое письмо. «Кого ты, отче, поставил архиепископом? Меня или викинга?» На это письмо Папа и прислал указанное послание. Затем, оставив все заботы и всю печаль возложив на Бога, святой Мефодий стал вместе с двумя своими учениками священника переводить те книги, которые не успел перевести вместе со своим братом, блаженным Константином. Вместе с ними он успел перевести весь Ветхий Завет, кроме книг Маковейских, а также перевел «Номаканон. Правила святых отцов» и «Отеческие книги» Патерик. Начал святой Мефодий свой перевод в марте месяце, а окончил в октябре 26 числа. Окончив перевод, святой Мефодий воздал достойную хвалу и славу Богу и святому Дмитрию Солунскому, в день памяти которого он закончил перевод и к которому, как уроженец Солуни, особенно благоговел. Житие святого Варсанофия. Память 4 октября. В плену Иоанн выучился татарскому языку, так что мог свободно не только говорить, но и писать на этом языке. Через три года отец выкупил Иоанна у татар. Тогда он пришел в царствующий град Москву и постригся в монастыре, называемом Андроников, причем был назван Варсанофием. Гурий, митрополит, память 4 октября, умерщвлял тело свое великим воздержанием и бдением, а на теле своем носил вериги, хотя сегодня кто не знал. В Казани Варсанофий ревностно помогал святителю Гурию в деле распространения христианства между магометанами и язычниками. Знание языка и знакомство с бытом татарским принесли ему в этом случае большую пользу. Многих неверующих обратил он к Богу и крестил их. Гавриил, она меня вызовет, чтобы он позвонил. Сейчас еще рано. Сейчас время, это еще ранее. Я не забыла, что сейчас. Ранее, конечно. Ну, через порог-то шагнет и забудет. Я и напоминаю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Вопрос 1953, том 7. В апостольские времена Бог давал моментальное знание иных языков. А после это явление в более позднее время встречалось ли? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Очень редко. Единичные случаи. Сегодняшнее же говорение на языках почти всегда есть повреждение психики или явное обеснование. Харизматический заскок самости и непокорности Вселенской Церкви. 1 Калифинам 14.23. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Житие Паисия Великого. Память 19 июня. Слово к святому Паисию первым начал старец. Он говорил через переводчика языком сирским, ибо не умел говорить по-египетски. Паисий же, будучи египтянином, немало скорбел о том, что не знает сирского языка, так как он не хотел пропустить ни одного полезного слова старца. И вот, возвед очи свои на небо, и устремив ум к Богу, он воздохнул из глубины сердца и сказал, Сыне, Слове Божий, дай мне, рабу Твоему, уразуметь силу слов всего святого старца. И лишь только он сказал это, о, сколь близка всегда к нам помощь Божия. Тотчас же стал понимать сирскую беседу старца, и просвещаемый божественным духом, начал говорить с ним по-сирски же, и наслаждались они оба богодуховными беседами бестолкователя, говоря друг другу о своих подвижнических трудах, кои им были завещаны от Бога, и каких кто из них сподобился Божьих дарований. Божьих дарований. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русский язык», том 10, вопрос 2322. «Мне нигде не приходилось читать про служение обновленцев. Чем они так перепугали приверженцев непонятного богослужения?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Из книги «Богослужебный язык русской церкви», страница 168, епископ Антонин Грановский. Цитата. «Тихону ненавистны наши богослужебные порядки. Он душит в нас ту свежесть обряда, которым мы дышим и живем. Он наш душегуб, как представитель, покровитель закоснелого, отупевшего, омеханизированного, выдохшегося поповства. И мы отходим от его злобы, отрисая прах его от своих ног. Во имя мира и для единения в духе любви мы не должны в угоду тупости Тихона отказаться от русского языка богослужения. А он должен благословить одинаково и славянский, и русский. Тихон неправ. Сто раз неправ, преследуя наш обряд и называя нас сумасшедшими. И мы во имя священного воодушевления своего, во имя жизненной и нравственной правоты своей, не можем уступить ему и сдаться. Это значило бы потворствовать человеческой близорукости, узости, обскурантизму, корыстничеству и отдавать правду и свежесть Христову на попрание отупевшему поповству. Конец цитаты. На соборе союза церковное возрождение 1924 года была принята следующая резолюция. Цитата. Переход на русский язык богослужения призвать, признать чрезвычайно ценным, важным приобретением культовой реформы и неуклонно вводить его как могущее орудие раскрепощения верующей мысли от магизма слов. Так подожди, не могущее, а подожди, могущее. Могущее. Заново. Благодарю. Переход на русский язык богослужения признать чрезвычайно ценным, важным приобретением культовой реформы и неуклонно вводить его как могучие орудия раскрепощения верующей мысли от магизма слов и отогнания суеверного раболепства перед формулой. Живой, родной и всем общий язык один дает разумность, смысл, свежесть религиозному чувству, понимая цену и делая совсем ненужным в молитве посредника, переводчика, спеца, чародея. Конец цитаты. Страница 171. Антонин Грановский рассказывал, как он предлагал в 1924 году верующим похлопотать у власти открытие одного храма, но с условием принять русский язык и открыть алтарь. Верующие обратились за советом к патриарху Тихону и он ответил, пусть лучше церковь провалится, а на этих условиях не берите. Антонин говорил, посмотрите на сектантов всех толков, никто не устраивает в своих молениях скворечников, все католичество, вся реформация держит алтари отгороженными, но открытыми. все католичество, вся реформация держит алтари отгороженными, но открытыми. не пропущены. Это означает, что у них только маленькие перильцы, только маленькие до потолка. Нету этой, видно там, они отгорожены, но маленькие, как оградка. А, ну все, теперь понятно. А то, главное, отгороженными, но открытыми, как бы, все. Еще раз. Все католичество, вся реформация держит алтари держит алтари отгороженными, но открытыми. Страница 172. Антонин в полном архиерейском облачении возвышается посреди храма в окружении прочего духовенства. Он возглашает, отвечает и поет весь народ. Никаких певчих, никакого особого псаломщика или чтеца. У всех ревнителей служебного благочестия и церковного устава волосы дыбом становятся, когда они побывают в заиконоспасском монастыре у Антонина. Не слышать паки и паки иже и речи. Все от начала до конца по-русски. Вместо живот говорят житие. Но и этого мало. Их тени совершенно не узнаешь. Антонин все прошения модернизировал. Алтарь открыл все время. В будущем он обещает уничтожить... Говори, он. Открыт. Алтарь открыт. Да. Еще раз. Снова. Алтарь открыт все время. В будущем он обещает уничтожить алтарь и водрузить престол посреди храма. Страница 182. Чтение священного писания лицом к народу, как в греческой церкви, и чтение тайных молитв во всеуслышание. Книга Деяний 1720. Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Деяние 22.2. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. господь Иакова колодец посетил, глубокий разговор завел с распутной, все тайники души ей осветил, последней сложности вопрос ее распутал. Она узнала, знаем также мы, что Бог есть дух, а не иконный велик, запишет Иоанн ответ для той жены, он воскресил и нас из-под могильных плит, он ищет поклоняющихся в духе, презренной самарянки вдруг открыл себя, вселенная ее удел теперь не кухня, за благовестницей шпионят и следят, ее судьба житийная известна, Фатиной звать по-нашему Светланой, всем милая сестра, Христу она невеста, замужняя одна ли, не это ныне главное, униженная, как она раскрылась в свидетельстве Иисуса прославляя, благоуханию словес ее дивилась, вселенная от края и до края, те жены первые, подобно Магдалине, с мужьями вместе, или же одни, Евангелие сеяли, до ныне, примером на века апостольские дни, куда же провалились те колодцы, что сделалось со спутницами света, их запечатали по кельям с похотью бороться, как бога слушаться игумень из советов, у них отняли мыло и виходку и прочее, что чистоту хранит, слепые без писания монастырям находка, упрямство в этих жонах крепче, чем гранит, переодевались под евнухов кастратов и причащались под именем чужим колодцы лжи, театр теней бесплатный, род женский, сможешь ли проснуться и ожить? 19 сентября 2004 год Игнатий Лапкин зоны не Продолжение следует... Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 10. Вопрос. 2338. «Ваш брат давно знаком с вашим епископом. Как знаю из личного опыта, священники далеки от открытости со своими архиереями, скрывают истинные доходы и другое. Как лично у вас в РПЦЗ были ли конфликтные ситуации?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Примером может служить жаркая ситуация, какую нам создала моя статья о мертвом церковнославянском языке и о живом великорусском. Но Господь так устроил, что мы живы читаем все библейское на богослужениях только на русском языке и радуемся в Господе вместе с убивавшим нас архиереем. Книга Экклесиаст 8.3.4 «Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?» Вот как устроялось дело. Цитата. «Христос посреди нас. Здравствуйте, дорогой отец Иаким. Получил письмо от вас от 21 января. Вы все же настаиваете, что статья Игнатия о слове совершенно безобидна. Докажите. А коли не беретесь, по что не припираете? По что же припираетесь со мной?» Господи помилуй. «Если бы это была не статья, а письмо Игнатия, так и подписанное письмо по такому-то поводу, пусть тысячи адресатам, у меня не было бы причины к срочным и решительным действиям. А это именно статья. Причем человека, который бахвалится близостью к митрополиту Виталию, печатает свое фото вместе с ним, благословение от него на свою деятельность рекламирует, значит статью должны принимать как одно из деяний зарубежной церкви. Но это же совершенно против мнения, против учения нашей церкви. Причем Игнатий именно клеймит всех безоговорок, всех ревнителей церковно-славянского языка. «Это наглость! Как вы-то не можете это понять? Или лукавите? Но ведь не глупые?» «Ведь разговор про русский богослужебный язык у вас мы заводили неоднократно». «И в Потеряевке на часах читали псалмы в русском переводе, и я дал замечание и говорил, что в крайнем случае только по риме читать переведенные». «Вроде согласились, но в Барнауле опять же на часах псалмы читали по-русски». «Вы что, не слышали? Вот то-то и оно! Понятно будет тогда, когда будем слушать и молиться». «Ну вот почему же Игнатий и вы говорите-то другое? Как же можно пастырю и проповеднику лагать? И при этом Игнатий прет от себя тяну с таким гонором, как непогрешимый ни в чем». «Ну ладно, буду молчать. Тогда зачем же я и есть?» «Зачем? Чтобы хвалить?» «Уговоры – дело хорошее, но ведь Игнатию чем смиреннее говоришь, тем более он превозносится. Не слышит, совсем не слышит». «На мои письма отвечает так, что я не могу понять, кому он пишет. Обвиняет в том, чего и не было, а про что спрашиваешь – не ответит». «Вы же сами, отец Иоаким, ставили предо мной вопросы. Первое – о перекрещивании. Второе – об истинном, о духе святом в символе вере. И третье – о языке. Я их специально задал на собор в Лесне, дал Игнатию ответы. Он опровергает своими статьями. С нами ли он тогда?» «Мне никто не запретит. Это ж воля твоя. Гуляй свободным. Но твое мнение – это не мнение церкви. Церковь защищает и отстаивает свое учение, в том числе и таким способом, запрещая проповедовать иное. А кое не помогает запрещение, не слушается его, тогда единственный способ – очистить свое учение, сделать явным и гласным, что такой-то непокорный проповедник отлучен, несет свое, а не церковное. И Игнатий, и вы видите в этих действиях злой, горделивый умысел, даже тактику КГБ. Значит, мало смыслите в церковной дисциплине. Оставляю Игнатию Тихоновичу один лишь способ исправления. Точно так же, как публиковал и рассылал статью о слове, опубликовать и разослать по тем же адресатам разъяснение по поводу ее написания. Текст разъяснения согласованы со мной. Для согласования текста лучше было бы Игнатию приехать ко мне в Ишим. Я буду в Ишиме до 15 февраля, а потом уеду до 15 марта, так что надо будет после созвониться. Если еще что-то Игнатий надумает публиковать, пусть сделает пометку. Печатается без благословения епископа Ишинского и сибирского Евтихия. Иначе мне придется принимать новые меры прещения. Вас, Отец Иаким, придется отстранить от должности благочинного забесчения в вашем приходе. Что касается моего приезда к вам, будет зависеть от ваших действий. Не лукавьте и не выдумывайте своих подоплек моим действиям. Не пытайтесь приручить меня к своим выдумкам, противным соборному мнению нашей церкви. Под ваш диктат я не пойду. Божьей милостью, мне есть у кого спрашивать совета и искать руководство. Я имею ввиду архиерея Фарпатсузе. 24, 25, 26 февраля я был в Суздале, куда был приглашен архиепископом Лазарем на архиерейское совещание. Там я обнаружил полное попрание акта примирения с Одессой и Суздалем, подписанное на соборе в Лесне. Написал об этом рапорт митрополиту. Очевидно, неизбежен окончательный разрыв со свободной и истинной лукавыми спутницами. Кстати, Игнатий Тихонович в последнем письме и архиереев Валентина с Лазарем пришил к своим доказательствам моей неправоты, совершенно не зная сути дела. В конце своего письма я повторно требую лично от вас, отец Иаким, подробного отзыва на статью о слове. Как получится, ваша жалоба на свою недостаточную грамотность – неуклюжая отговорка, лукавая. Скрепить, спаять нас может только истина, простота, честность. О какой любви вы с Игнатием пишете, если оба утверждаете, мой указ не из-за статьи о слове, а из-за неприязни к вашему приходу? Это ложь. Кого бы я побоялся, чтобы выставлять причины неприязни, будь таковая к вашему приходу? Какой выигрыш я имею от того, что статью использую лишь как повод? Моя цель – удержать ваш приход от ухода из моей епархии и РПЦЗ. Инакомыслие – вот это уход, а что словами, бумагами, объятиями – все внешнее. Без внутреннего согласия, без единомыслия в вере, внешность не содержит, внешность не соединит. Будет эта внешность еще и сугубым грехом лицемерия. Игнатий свидетельствует сам о себе, утверждая, что знал мою реакцию на статью, какая она будет. Значит, открыто и нагло шел и идет на раскол. У митрополита Виталия и у других официальных деятелей РПЦЗ есть статьи в защиту церковно-славянского языка. Почему же он не вступил в открытую полемику с ними, а под прикрытием внешним РПЦЗ пишет статьи, противной ее позиции и учению? Простите меня уговаривать, исправляйте дело. Уговоры могут смягчить меня, но в целом в церковном деле навредят. Простите, если какая грубость мной допущена в письме с любовью о Господе. Епископ Евтихий. 2 февраля 1995 год. Защитником быть сирых и вдовиц, покинутых, больных и одиноких, и от насильников спасти напавших на девиц, когда обиду видел, и спасти бы мог их. Но иногда не приведи Господь, и сила есть, отчетливо все видишь, на расстоянии твой крик души и злость, но крыльев нет, и ты свидетель лишний. Живу по милости Господней не в столице, а на окраине, имею голубей, из леса рядом злые террористы и похищают, как чеченец злой людей. Что делать с ястребом, ума не приложу, советы нереальные отбросив, решаюсь сделать крест и осветить прошу. Остановить молитвой нечеловека просто. Не думаю, что крючконосый изверг мог видеть водружение распятия. Среди ветвей невидимый был выстрел, и снайперу в молитве тот камуфляж попался. До этого не раз я видел в небесах, как нежная голубка добычей становилась. Теперь наш спор был на иных весах, и чаша благодарности до алтаря склонилась. И только раз я видел меж ветвей, как сиротивший нежных голубят летел за той межой, не смел посметь, и разворачивался, отступая вспять. Такое повторялось и в деревне, испытанное средство наготове. Молитва, крест, рецепт от самых древних, и не к зенитке руки, к иегове. Умильно по утрам смотрю туда, где храм, не скрижищу на ястреба зубами. Не устоит сто крат сильнейший тот тиран. Я защищен с моими голубями. 7 сентября 2004 год. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Игнатий Лапкин 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжение следует... Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Продолжение следует... Продолжение следует... От слова Божия... Продолжение следует... Продолжение следует... Ибо... Они не думают... Продолжение следует... 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 Но встретить Иисуса, полюбить Его, Он неизменно верный, вечно сладкий, смиряющий нависнувших врагов. Так испытайте же, как благ наш Иегова, Создатель мира и Спаситель наш. Для гурманов словесности он грубый и суровый, сон критиканов Библию берет на карандаш. Бог верен в слове, изреченном им. Пророчества исполнились буквально. Мы благодарностью перья все зачиним и в гимнах верность Божию восхвалим. Платите десятину от достатка, хотя бы в этом Бога испытайте. Елей не оскудеет, мука во вдовьей катке, провозгласим об этом скровле, а не тайна. В чем Богу доверялся, прославлен окажусь, залог мой сохранится, в это верю. Дать Духа Всесвятого нам обещал Иисус, в боях испытанным дается Он мне. 21 августа 2004 год Игнатий Лапкин. Духа Всесвятого нам обещал Иисус. Продолжение следует... Книга «Открытым оком» тема «Русский язык» Том 10 вопрос 2340 Многие верующие говорят, что кто кого в чем судит, тот в то же и сам впадет «Так ли и почему? Приведите примеры, и как уметь отстоять свои правильные убеждения, если архиерей тебя преследует?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Во всем любовь к Богу, к Библии и к тому, с кем конфликт У нас были исключительно натянутые отношения с нашим архиереем, но по милости великого Бога теперь все иначе Не знаю, что будет завтра, но наша позиция неизменна и по сей день Обвинение меня в расколе обрушилось всей страшной тяжестью Теперь на самого архиерея Дословно он попал в мое положение, как я некогда пред ним Не комментирую письмо епископа, как он совсем, даже не мое, а надуманное им самим Хотя он слова берет из моего письма Не говорю, что я святее епископа, но он же на меня наседал и грозился лишить духовного наследия моего меня, а не я его Псалом 9.29 Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного Глаза его подсматривают за бедным Псалом 36.32 Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его Здравствуйте, Игнатий Тихонович Получил ваше письмо со статьей про церковнославянский язык Крайне удручен содержанием и стилем этой статьи Во-первых, вы, вопреки здравому рассудку, называете церковнославянский язык мертвым, которым никто ни с кем не разговаривает Неправда, я, мои родители, мои братья и сестры по плоти и по духу, как и миллионы верующих славян Разговаривают на этом понятном уму и сердцу, языке, зубу Даже если будете настаивать, что это только для меня си язык понятен Называть его мертвым вы имеете право лишь только после моей смерти На указанной неправде поставлена вся статья Ведь тексты Священного Писания говорят не о родном старинном наречии, а о чужом От Вавилона отделенном Люди разного воспитания или мировоззрения говорят друг другу на общем наречии Мы говорим на разных языках Вот и вы говорите на ином неправославном языке, не желая слушать, заранее настроившись не принимать никаких возражений Никогда Священное Писание не принесет пользы Не принесет плода, для которого предназначено, если им пользоваться в качестве подпорок личного мнения Если даже предположить, что сами вы возьметесь доказать, что церковно-славянский язык необходим То вы со своим знанием, а еще больше со своим способом приводить строки Священного Писания Имеющим косвенное отношение, а порой даже не по теме статьи Можете с таким же успехом привести больше цитат Священного Писания И больше ссылок как на Священное Писание, так и на творение Святых Отцов Увлекаясь доказательством своего мнения, вы даже не своевозволили уделить внимание тому Что сами подводите читателя к противоположному логическому выводу Вы говорите, что в переводах Священного Писания иеретики действовали намного успешнее и благоразумнее православных Но где же плоды этих успешных действий? Где добрые плоды православных церквей, в которых богослужение не один десяток лет ведется на их современном разговорном наречии? Например, американская митрополия, сурожская епархия Ведь напротив, модернизм в языке потянул за собой такую цепь отступлений Что и православие-то едва проглядывается, и нравственность не блещет даже по сравнению с нами Это же вероломство сослаться на свое оправдание на то, что противоположное доказываемому Одно из самых важных свойств Священного Писания, а именно его сокровенность Невозможность познания, изучения рациональным способом, вами полностью проигнорировано Мало об этом свидетельств священного Писания, святых отцов и самого Господа нашего Иисуса Христа И уж совсем ни к чему выдерзнули ехидничать над святыми Христа ради еродивыми и праздниками покрова Пресвятой Богородицы Кстати сказать, кришнаиты бахвалятся тем, что в их религиозной системе буквально все понятно Однажды они так и наседали на меня Вот у нас все понятно, значит истина у нас В угоду своим амбициям вы всех нас, ревнителей церковно-славянского языка, обвиняете в пьянстве и алчности, в желании скрывать от народа Слово Божие По отношению ко многим архиереям и пастырям это беспросветная, бессовестная клевета Так может писать лишь тот, кто хочет порвать с церковью и не просто уйти, а громоподобно хлопнув дверью Или это временное помрачение ума, или прогрессирующая по малу прелесть бесовская гордыня, самоуверенностью питаемая Я не хочу оставлять без последствий столь грубого вашего поступка агрессивности и лжи Предлагаю принять такие меры Первое Запрещение публикации без церковной цензуры Просить вас о публичном же покаянии в написании данной статьи Если такового не будет Второе Запрет катехизаторской деятельности Публикация моего ответа И второй призыв к покаянию Третье Если вновь будете упорствовать Отлучение от церкви Епископ Евтихий Получил 11 сентября 1995 года Знание Писания одухотворяет События любые, все вещи и детали На что не посмотрю За скрытыми дверями И самое что не есть брони И лучшие стали Во свете вечности Рассмотрим этот день Свою кровать и первые шаги Прообраз воскресения Из-под завалов стен Покровы одеял Наркоз Из сна в мозги Делами праведности Душу облекать Повсюду отрекаясь В помощи бесовской Христа незримого Узрю на облаках Земли сгоревшей Почерневшей Остов С молитвой дверь Поутру Отворю Она прообразует Мне Иисуса Знак отречения От мира Этот крюк Врагов Убителей К нам на порог Не впустит Потею Обрабатывая Землю В единственную Душу Насаждая Злаки Учению Апостольскому Внемлют Что за труды Динари Им заплатят Пропалываю Сорняки Грехи И постоянная Нужда В поливе Раскаяния Проповедью Сетью Не рыба Для ухи А души Как гласит Священное Писание Все Из Христа К нему И возвратиться В любом Кому я Помощь окажу Святая Истина К себе Подобная Птица А было Время Жил Как бы Навозный Жук Дорога Пыльная Политики Шумиха Помылся Покаянием Очистил Согрешение И Бога Ощутил В движении Ветра Тихом Вот Ястреб Ловит Голубя Душа Моя Мишенью Необразимые Необозримые Вокруг Учителя Сопровождают Сонного В постель Могилу Нам руки Женщины Не сладость А пилля В сердцах Сбербанки Стих Накопит Силу 2 октября 2004 год Игнатий Лавкин Половина Тихотворения Не понимает Видно что Слова Просто произносят Неправильно На сегодня Все Благодарю За помощь За внимание Слава Христу С Богом Отошел